Здравствуйте, дорогие друзья! Снова у вас в гостях программа «Анекдоты от А до Я». Давайте смеяться вместе! Прогласили как-то в школу старого деда, ветерана войны. Ну и попросили его рассказать о той Великой Отечественной войне. Ну дед начал. Вышел я как-то, Курская дуга помню, вышел я, посмотрел налево, ёб твою мать, смотрю направо, ебическая сила! Все дети так внимательно слушают, и только Вовочка говорит, нихуя себе у вас память, дедушка! Два приятеля в Одессе, слушай, Яша, я не понимаю, как ты можешь терпеть свою жену? Она же все время орет, она все время шипит, она придирается к тебе из-за каждой мелочи, она вообще-то я не знаю что. А слушай, а у нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение? Ой, Фим, а то не дай бог! Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет! Мужик принимал таблетку и съел ее вместе с упаковкой. Он переляканный прибегает к врачу и говорит, доктор, доктор, что я наделал? Понимаете, я принимал таблетку и случайно съел ее вместе с упаковкой. Доктор смеется, смотрит на него и говорит, да, тот говорит, нет, доктор, что да, скажите, я умру. Ну, доктор улыбается, смотрит на него и говорит, ну, дорогой, все умрут? Все умрут? Блядь, что я наделал? Ты знаешь, Коля, я вот это когда хочу заснуть и не могу, я начинаю считать женщин, с которыми переспал. А что не овец? Ой, да там было всего один раз. Муж с женой занимается любовью. А жена спокойно себе лежит и никак не может кончить. Он к ней и говорит, дорогая, любимая, тебе хорошо? Она говорит, ну да, хорошо. Он останавливается и говорит, что, дорогая, что значит, ну да, тебе хорошо? Ну, я же сказала, да, хорошо. Говорит, дорогая, ну что ты так говоришь? Почему ты так отвечаешь? Что-то не так? Скажи, я все для тебя сделаю. Скажи, что ты хочешь? Хочешь я все, что угодно? Ну, скажи, только скажи, дорогая, лишь бы тебе было хорошо. Она говорит, точно все для меня сделаешь? Я говорю, да. А давай так. Смотри, я ложусь, раздвигаю широко ноги, А ты вот от шкафа разбегаешься и с разбега засовываешь мне. Говорит, давай. Она говорит, давай. Она легла на кровати, раздвинула широко ноги. Он от шкафа разгоняется. Бабах ей она. Он говорит, хорошо. Она говорит, да, дорогой, очень хорошо. А давай еще раз. Она говорит, давай. Ну, давай быстрее, дорогой. Подожди, дорогая, сейчас ногу вытащим. Арон Маркович, я вынужден о вас предупредить, что через 40 минут вернется с работы мой Сема. Ну и что? Я же ничего такого не делаю. Вот-вот, а время-то идет. Молодой человек подходит к девушке и говорит, девушка, я прошу прощения, а вы вступаете в интимные отношения за деньги? Нет, что вы. Ой, как хорошо. А то у меня как раз нет денег. Вот, Волчик, ты такой начитанный, такой умный, эрудированный. Ответь мне на один вопрос. Вот есть ли жизнь после смерти? Или тоже нет? Волочка очень-очень хотел конфету. Очень-очень. Но отдал эту конфету Маше, потому что Машу он хотел еще больше. Два приятеля сидят в кафе. Тут заходит девушка красивая, присела там. И говорит, слушай, классная тёлка. Пойду познакомлюсь. Подошел к ней буквально на секунду и сразу обратно. Говорит, слушай, а чего она тебе сказала, что ты так быстро от нее отвалил? Да понимаешь, я подошел, предложил ей просто кофе. А в глазах увидел секс, ЗАГС, трое детей, пятеро внуков и стакан воды. Это было великолепно. Это было потрясающе. Это было чудесно, боже мой. Дорогая, поверь мне, еще ни одна женщина в мире не делала мне так миньет. Конечно, любимый. Просто каждый уважающий себя филолог должен хорошо владеть языком. Фирочка, а чего это ваша шуба? Это? Это монгольская шиншива. Да? А что она такая страшная? Вы были в Монголии? Нет? Вот. А она была. Сантехник Сидоров у себя в ЖЭКе получил погоняло интеллигент. После того, как на вопрос «Кто?» он ответил «Кто-кто?» Агния Барто. Да поймите, Додик, ну не люблю я вас. У нас с вами нет ничего общего. Да? А как же Родина? А? Оперуполномоченный Петров в целях конспирации и спецзадания сидел у церкви, выдавая себе за нищего. На следующий день он понял, что нахер ему нужны эти внутренние органы. И уволился. Доктор, у вас есть что-нибудь от головы? Да? Вот, возьмите ухо. Папа очень торопился в гараж посидеть, пообщаться с друзьями. Поэтому очень быстро рассказывал сыну на ночь сказку. И поэтому зайчик у него жадно жрал колобка. Знаешь, Коля, меня это все уже достало. Что именно? Ты меня никогда не слушаешь. Да ладно. Да? Ну хорошо. Вот о чем я тебя просила утром? Ну, чтобы я повесил белье. И? Что АИ? Я его помиловал. Остались как-то наедине Пугачева и Галкин. И вдруг Галкин смотрит на Пугачеву и говорит, а что вы, Алла Борисовна, так подозрительно на меня смотрите? Ну, что она говорит, стареешь ты, Максим, стареешь. Спасибо, дорогие друзья, всем тем, кто досмотрел нашу передачу до конца. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, радуйтесь, делитесь нашей программой со своими друзьями. А мы не прощаемся. Мы говорим вам до скорого свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok